На палатне утопленница изображена трагичная и скорбная сцена. Предрассветный час рядом с из реки тела молодой женщины присел на борт лодки жандарм, очевидно ожидающий приезда следователя. Загубленная жизнь молодой девушки безусловно не может не вызвать эмоционального отклика у зрителя. Тем контрастнее со случившейся трагедией выступают краски раннего утра и безразличный вид жандарма. Однако его реакция понятна. Долгие годы работы вынудили мужчину привыкнуть к чужому горе и относиться к нему как к чему-то вполне обыденному и неизбежному. Помимо двух явных героев есть еще и третий. Город, который погубил юную душу, а теперь трусливо прячется за туманом. Колорит работы удивительно достоверен. Перед моим художником атмосфера наполнена осенней свежестью и гнетущей тишиной. Ровная водная гладь, зависшая над ней дымка, неподвижная лодка. Лишь изредка покой нарушается криком птиц. Через призму смерти суровая реальность выступает еще более чудовищной и бездушной. Безысходностью уныния подчеркивается черной одеждой девушки и ее разметавшимися мокрыми волосами на голой мостовой. Даже обрывок веревки получает символическое прочтение внезапно оборвавшейся жизни. Еще один удивительный момент. Мертвая девушка выглядит гораздо живее сидящего подлиннее жандарма. Ее расслабленная поза и раскинутые руки и ноги, а также обилие пространства вокруг, будто подтверждают, что она освободилась от мучений и тяжелой судьбы. Мужчин, напротив, словно заключен в рамке своих служебных обязанностей. Даже его бездействие воспринимается как вынужденная мера и бессерия. Он должен дождаться приказа от вышестоящего начальства. Для создания правдоподобного образа утопленницы Перов искал подходящую модель в городском морге. И вскоре она нашлась. Ею оказалась уже знакомая живописцу дама легкого нрава по имени Фанни. Которая одно время подрабатывала натурщицей у его учителя, художника Егора Яковлевича Васильева. Женщина никогда не проявляла особого интереса к живописи и лишь однажды спросила. А что вы с меня рисуете такое? Узнав, что с нее пишут образ богоматери, Фанни устроила истерику. Как? Как я падшая? Да бужью матерь изображать буду. Опрометью выбежала из мастерской и больше уже позировать не приходила. Дальнейшая судьба ее сложилась печально. Несчастная заболела туберкулезом. Она напрочь отказывалась от лечения и в одну из мучительных ночей умерла. В отличие от большинства других натурщиц, чьи имена не вошли в историю, ее образ увековечен в рассказе Перова «Фанни номер 30». Субтитры создавал DimaTorzok